Всем-всем большой привет! Я рада вас приветствовать на моем канале! Сегодня я хочу предложить вам мастер-класс по созданию цветочков. Цветочки будем делать из бумаги. Покажу, как сделать 5 разных видов цветов при помощи одного и того же ножа. Использовать я буду вот этот вот набор с Алиэкспресс. Точнее, два самых маленьких цветочка. Ну и, конечно же, вы можете вырезать шаблон, любой шаблон пятилистника, который найдете в интернете. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Итак, первое, с чего я начинаю делать цветочки, это с самой вырубки. Если у вас нет таких ножей для вырубки, то вы можете использовать любой шаблон пятилистника, который найдете в интернете. Его нужно обвести и вырезать по контуру. Что касается размеров, то вы тоже определяетесь, исходя из того, какие цветочки вы хотите получить. Более крупные или более мелкие. Мои шаблончики. Самый маленький цветочек имеет в диаметре 3 см и где-то 2 мм. А большой почти 4,5 см. Ну, буквально 1 или 2 мм. не доходят до этого размера. И первое, что мы будем делать, это нужно все наши шаблончики, все эти заготовки, вырубленные намочить. Для этого я беру обычное махровое полотенце. Можно их, конечно, окунуть в водичку и затем их разложить на этом полотенце. Но можно их вот так вот сразу разложить и сбрызнуть водой из пульверизатора. Так как я использую картсток, да, не сказала я, что, конечно, лучше всего использовать бумагу картсток или не очень плотный дизайнерский картон, поскольку он тонирован в массе, окрашен в массе и у него нет белого среза у лепестков. Если же вы будете вырезать из какой-то другой бумаги, то у этих цветочков получается такой белый край и его тогда нужно будет затонировать. Можно также цветочки вырезать из акварельной бумаги и покрасить их. Для этого вы их будете не сбрызгивать из пульверизатора водой, а окунать в водичку. И эту водичку можно предварительно окрасить, а затем уже, когда они вот такие вот влажные, при помощи кисточки добавить еще какие-то туда оттенки. Итак, я их вот так вот намочила, я их не вымачиваю, чтобы они были слишком мокрые, для того, чтобы они не раскисли. И накрываю полотенчиком. В таком виде я откладываю это полотенчико и буду по одной заготовочке доставать и с нею работать. Итак, первый цветочек, который я предлагаю сделать, это я его называю цветочек капуста. Для этого нужно два маленьких пятилистника и два пятилистника побольше. Для работы я буду использовать бульки. У меня простые бульки с Алиэкспресса. Можно также использовать какой-то другой инструмент, который имеет вот такой вот округлый конец. Это может быть спица, либо же непишущая ручка, точнее любая ручка, у которой есть такой край. Это вы уже смотрите по своему усмотрению. Заготовка должна быть влажная. Я даже еще немножко добавлю, потому что немножко они у меня суховаты. У меня бумага такая, что она в принципе не имеет лицевой и изнаночной стороны. Здесь обе стороны одинаковы. Поэтому все равно, с какой стороны работать, мне нужно будет листочки пробулить. С одной стороны вначале я беру бульку немножко меньшего диаметра. И вот так вот по кругу обрабатываю край каждого лепестка. Так как у меня нет специального коврика для тиснения, мои заготовочки скользят, они не сидят плотно. Поэтому для того, чтобы не порвать свою заготовку, я бульку вот так вот немножечко как бы перекатываю. То же самое делаю с второй заготовкой. Почему я люблю делать на влажных лепестках? Потому что у него появляются такие красивые заломы по краю, которые затем после высыхания, они такими и остаются. Такие маленькие как бы зазубринки по краям. И таким образом цветок он как бы более напоминает, такой более естественный, более настоящий он получается. Вначале вот так вот. Затем я беру булечку немножечко крупнее и скругляю вот эти лепестки. Можно также делать такой как бы небольшой перекат. Я работаю на таком коврике, который немножко плотнее, чем коврик для мыши. И этот коврик у нас шел в детском наборе для творчества. Был такой набор чеканка, который я покупала ребенку. И этот коврик затем я забрала себе. Так, теперь мы переворачиваем цветок на обратную сторону и пробуливаем серединку. Таким вот образом мы поступаем с этими крупными цветками. И дальше мы берем два маленьких. У одного из маленьких мы отрезаем два лепестка. А второй оставляем так как есть. И здесь нам нужно сделать все то же самое. Только серединка будет булиться с той же самой стороны, что и лепестки. То есть заготовку переворачивать не нужно. Вначале я как бы по краю прохожу маленьким шариком. А затем более крупным шариком прохожу по центру лепестка. То же самое делаю и с вот этими нашими двумя и тремя лестниками. Прежде чем собирать цветок в любой из... Любой цветок, который мы будем делать, нужно, чтобы заготовки хорошо высохли. Собирать цветочки я буду при помощи клея так и глюну. Для этого можно использовать любой другой клей в тот же момент. Либо же взять ПВА, только не канцелярский, а строительный. Самое первое, что я буду делать, это мне нужно свернуть вот эти заготовки. Я думаю, что все вы это делать умеете, потому что таких мастер-классов много. Но обычно так сворачивают лепестки при создании розочек. Я промазываю немножечко клеем двух и трех лестник. И затем мне нужно его скрутить. Можно для этого взять щипцы, можно это сделать руками. Просто вот так вот закручиваем серединочку. Затем мы ее подклеиваем вот так вот открытой частью, вкладываем на лепесток трех лестника и продолжаем закручивать. Получается серединка такая напоминающая бутончик розы, либо же, как я говорю, этот цветок капуста, потому что он напоминает также серединку капустной головки. Далее я беру следующий маленький цветочек. И все-таки здесь вот эта дырочка мне будет помогать, поэтому если вы вырезаете шаблон самостоятельно вручную, то можно сделать здесь такую дырочку при помощи установщика люверсов. Также я промазываю клеем и вставляю эту серединку, которую мы скрутили, аж туда в дырочку поглубже, чтобы немножечко кончик у меня там торчал. И обжимаю этими лепестками серединку. Дальше я уже собираю большие лепестки точно таким же способом. Вставляю туда прям в дырочку, складываю лепестки в шахматном порядке. И у меня получается вот такая вот капусточка. Для второго цветочка, он будет в принципе такой простой, но мне очень нравится, как он получается, нам нужны два маленьких цветочка. Мы будем булить их точно так же, как и предыдущие, только одна заготовка у нас будет пробулина лепестками внутрь, а другая у нас будет как бы лепестками на внешнюю сторону. Для сборки второго цветка мне придется заклеить вот эту вот дырочку, поскольку она здесь не нужна. Я беру тот цветок, который у меня закручен лепестками наружу, с обратной стороны слегка его промазываю и заклеиваю. У меня это серединка от большого цветка, которая выпала при вырубании этого элемента. Я ее заклеиваю. Здесь в принципе все просто. Затем вклеиваем цветок, который закручен лепестками, лепестками наверх. Вклеиваем опять-таки в шахматном порядке. Серединку я буду декорировать при помощи вот такой вот маленькой капельки. В центр я наклеиваю эту капельку. В принципе на этом можно остановиться, но я хочу сюда добавить еще немножечко микробисера. Для этого можно использовать жидкий скотч. Обычно я это для этого использую, но в принципе на так иглу также нормально все приклеится. Для этого по краю аккуратненько намазываю клеем. И я буду присыпать микробисером. Вот такой вот цветочек у меня получился. Для третьего цветка понадобится две большие заготовки и одна маленькая. Их я тоже самое буду булить. Но при этом еще один из больших цветков у меня будет закручен вовнутрь, один закручен наружу. И кроме обработки вот этих вот лепестков, так же как мы делали и у предыдущих цветков, я хочу здесь еще сделать такие небольшие прожилки. Для этого вначале я тот цветок, который у меня будет закручен вовнутрь, я его пробулю, затем переворачиваю на изнаночную сторону, беру самый тонкий шарик бульки, и мне нужно здесь продавить вот такие вот прожилочки. Так как у меня коврик не специальный, и заготовка по нему скользит, я буду придерживать заготовку пальцем, и буду делать это очень аккуратно, так вот как бы прокручивая бульку, натягивая не сильно, потому что заготовка может порваться. Переворачиваю, и у меня появилась такая небольшая центральная прожилка. Далее я еще раз подкручу лепестки. Нижний цветок я буду закручивать в обратную сторону. У маленького цветочка тоже я сделаю такие, как бы прожилочки посередине. Третий цветок также склеивается очень просто. Для этого я беру вначале большую заготовку, у которой у меня подкручены лепестки, вниз, на нее наклеиваю заготовку большую, у которой лепестки подкручены вверх, и в серединку я вклеиваю маленькую заготовку, также располагая лепестки в шахматном порядке, и здесь я хочу оформить серединку при помощи тычинок. Я буду использовать тычинки вот такие вот тонкие, на такой слегка желтоватой веточки, и также буду использовать тычиночки вот такие вот сахарные, то есть одну веточку сахарных тычинок, и остальные вот такие вот очень натуральные тычинки, даже не знаю, как они правильно называются. Для того, чтобы их хорошо вставить в цветок, я возьму небольшой кусочек проволоки, нанизываю эту проволоку на тычинки, делаю петелечку, и таким вот образом буду протаскивать тычинки в цветок. После того, как мы протянули тычинки, я вырезаю из обрезка вот такое вот подобие кружка, можно, конечно, на машинке вырубить ровный красивый кружок, но его здесь никто видеть не будет, поэтому я вот так вот подворачиваю цветок на обратную сторону, хорошо здесь промазываю вот так вот клеем, промазываю также здесь тычинки у основания, и далее я вот так вот тычинки, сами вот эти хвостики разворачиваю в разные стороны, и затем сюда еще раз промазываю, и наклеиваю вот этот кружок, вот таким вот образом я закрываю цветок с обратной стороны, вот эти вот лишние хвостики затем нужно будет обрезать. Для четвертого цветка мне понадобится одна большая, одна маленькая заготовка, здесь я также буду их булить, и они у меня будут, оба цветка пробулины в одну сторону, а именно лепестки я делаю вовнутрь, а серединку затем с обратной стороны. Четвертый цветочек будет похож на третий, он также будет в серединке с тычинками, только у него уже здесь два ряда, и оба это ряда с подкрученными вниз лепестками, поэтому я просто собираю меньший цветок на больший, и точно таким же способом добавляю тычинки. Пятый вид цветочка будет очень простой, для него я буду использовать вот такую вот одинарную, самую маленькую заготовку, если вы вырезаете вручную, то делать посередине дырочку не нужно, в моем случае мне эту дырочку придется заклеить. Так как у меня все цветы сделаны из одной бумаги, вот эти вот самые маленькие, я просто хочу сделать из них такие небольшие цветочки, которые будут добавлять мою цветочную композицию. Я их здесь пробуливаю просто вовнутрь, ну и также можно сделать здесь небольшие вот такие вот складочки по серединке. У этих цветочков мы заклеиваем серединки с обратной стороны, внутреннюю часть можно оформить по вашему желанию, можно также добавить сюда тычинки, но я хочу добавить сюда полубусинки и микробисер. Вот такие вот пять видов цветочков у меня получились. Далее вы можете их уже затонировать по своему усмотрению, я имею ввиду затонировать края этих цветочков, можно сделать это акриловой краской, можно сделать это чернилами, либо же имбосингом. Вот здесь у меня такой цветочек, и у него, не знаю, насколько на камеру вам заметно, но очень легкий такой белый пушистый край, потому что я прошлась клеем так и глю, и затем окунула этот цветочек в белый флок, и у него такой слегка заметный белый пушистый краешек получился. Вот этот цветочек я край обработала золотым имбосингом, здесь у меня вот так же золотой имбосинг, он таким идет набрызгом на цветке, поэтому тут уже смотрите на свое усмотрение, и, конечно же, эти цветы также можно дорабатывать, переставлять местами эти лепестки, закручивать их в разные стороны, и будет получаться много-много разных красивых цветов. Если мой мастер-класс был вам полезен, то не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайк, попробуйте, у вас обязательно получится. Пока-пока!